Детский эксперт Детский эксперт А что есть перед сном? Ну, хорошо бы ребенку съесть кусочек мяса вареного. Ух ты! Ну, почему нет? Почему нет? В компании с овощами. Только следите за тем, чтобы это не была ни капуста, ни броколи, ни цветная капуста. Потому что она может вызвать какой-то процессом брожения. И вот там будет все шевелиться, ребенку мешать спать. Также очень хорошо ребенку за ужином съесть творожок или яичко. Печенька, молочко. Печенька, молочко. Очень многие детки просят сладости перед сном. Потому что мясо – это хорошо, конечно, но это… Но мы же говорим о правильном, о полезном питании. Да, да, да. Печенька – это очень вкусно. Конфетка тоже, конечно, никакой ребенок не откажется. Но вы должны помнить, что тут дело даже не только в здоровье зубов, потому что если ты съел печеньку и лег спать, то, скорее всего, через пару месяцев ты будешь записываться, искать детского стоматолога, хорошего, качественного. Поэтому… И еще, что самое главное, печенька перед сном – это такой резкий выброс глюкозы в кровь. А вместе с глюкозой мы получаем скачок бодрости. Зачем вам нужен бодрый прыгающий ребенок в постели? Вам нужен спокойный, чтобы лег, глазки закрыл. И уснул. И больше вы его сегодня не видели. Укладывать малыша спать днем? Конечно, укладывать. Да я и сам не против, потому что днем поспать. Действительно, дневной сон он нужен не только детям для того, чтобы восстановиться, привести в порядок себя, но и родителям. Потому что пока ребенок спит, мама тоже может немножко отдохнуть. Для многих сразу же такой вопрос. Мол, поспит он у меня, даже если после обеда чуть-чуть пару часиков прошло, значит, он у меня будет плохо спать ночью. Наоборот, если хорошо налажен дневной сон, если ребенок встает рано утром, потом ложится вовремя в окно сна, то и в ночной сон он уходит в 9 часов вечера спокойно, без сопротивления. Наоборот, если у вас есть вот такой четкий режим, если ребенок не поспал в обед, то, скорее всего, к вечеру он у вас такой будет перевозбужденный. С таким уровнем гормона стресса... А еще с печенькой есть. Да, с таким уровнем гормона стресса в крови, что вы его просто вечером спать не уложите. Поэтому дневной сон специалисты рекомендуют сохранять как минимум до 3 лет. Есть дети, которые спят с удовольствием и в 5, и в 6 лет, ничего страшного, пусть спит. Но частенько мамы отказываются от дневного сна, потому что свои дела, там хочется куда-то сходить днем, только пока проснулись, раскачались, пока вышли на улицу, уже назад возвращаться не хочется. В общем, тут сами расставляем для себя приоритеты. Но если вы решили избавиться от дневного сна, то наблюдайте за ребенком. В течение двух недель вы должны посмотреть, в каком он у вас состоянии. Если он у вас днем плачет частенько, вечером плохо засыпает, ночью спит беспокойно, просыпается, кричит, и утром встает не с той ноги, и произойти это может в течение двух недель после того, как вы отменили дневной сон, то, скорее всего, дневной сон ему еще нужен. И поэтому вы или попытайтесь его вернуть снова, или укладывайте малыша вечером спать пораньше, даже не ждите до 9, укладывайте его в 8, или же сделайте так, чтобы ребенок на дневной сон укладывался не каждый день. Ну вот сегодня вы гуляете, но завтра предложите ему все-таки поспать, потому что дневной сон ребенку нужен. А можно сказать о том, что, допустим, у ребенка сон нарушился, потому что режим во время самоизоляции вообще, во время карантина, у нас просто жизнь совсем другая уже стала, и вот сон нарушился. Совершенно верно. Сейчас очень многие родители говорят о том, что ребенка на дневной сон не уложишь. Это понятно. У всех детей очень изменился, снизился уровень физической активности. Это раз. Они не гуляют, они не бегают. Мамы дома работают, и для того, чтобы ребенок не мешал, садись за мультик. Это тоже повышает вот такое возбуждение ребенка. Поэтому, если вы вышли на улицу, да, мы сейчас реже выходим, то сделайте так, чтобы эта прогулка была не стоячей на месте, когда вы стоите там, песочек перекладываете. Это должны быть такие догонялки прям, чтобы ребенок дышал полной грудью, чтобы кислородом наполнялось. Если вы дома сидите, то устраивайте и зарядку, и какие-то там музыкальные, танцевальные минутки. То есть чем больше он будет прыгать, бегать в течение дня, тем больше у вас шансов, что ляжет он спать и заснет наконец-то. И, кстати, карантин – это еще хорошее время для того, чтобы папу научить укладывать ребенка. Это тоже важно, потому что, когда папа научит, укладывает малыша, мама немножко восстанавливает. Он приходит с работы, говорит, извини, я устал, ну, давай там, ну, сама как-нибудь реши этот вопрос. Сейчас-то вопросы уже эти отпадают сразу же. Да, все, уже работай, не отмажешься. Почувствуй в этой шкуре, чтобы потом не говорил, что ты целый день делала. Так и есть, да. Короче, если с папой не проканала, то карантин еще и хорошее время для того, чтобы научить ребенка самостоятельному засыпанию. Мы сейчас дома, мы сейчас больше с ребенком, мы чувствуем его настроение, мы можем под него подстроиться, где-то потерпеть его сопротивление и слезы, и сделать так, что он начнет засыпать самостоятельно, и всем дома станет легче жить. Будет все прекрасно. Ну, я думаю, что это действительно замечательные советы, причем они помогут не только мамам, как мы уже решили, но и папам. Давай небольшой анонс, что мы увидим и услышим, и узнаем в эту субботу. Да, давайте, у меня есть прямо анонс на три недели. В эту субботу смотрите программу о женском здоровье. У нас был очень интересный и полезный разговор с мамологом медицинского центра Медин. На следующую субботу смотрите нашу беседу с нутрициологом про введение первого прикорма. Там тоже очень много интересного. И еще через неделю вот как раз будет про сон. Что делать, если малыш просыпается часто ночью? Что, если не получается уложить его спать? Что, если ребенка никак не переселить в отдельную кроватку? Вот все эти вопросы я задам специалисту по детскому сну. И обо всем этом вы тоже узнаете. Спасибо огромное, Олеся, за советы. Наши телезрители в любом случае не пропустят новый выпуск программы «Мамина школа». Друзья, напоминаю, в субботу в 9 утра очередной выпуск. Не пропустите, еще раз повторяю вам. Ну, а на очереди те, кто так же, как и мы, ждут завершения карантина. Потому что почти два с половиной месяца мы нарушаем их личное пространство. Коты Мейнкуны прямо сейчас. КОНЕЦ